техническое обслуживание колес значит нам нужно перебрать втулки потому что очень грязные велосипед откатался сезон и пришло время в конце сезона для начале сезона соответственно перебрать колеса грязи очень много сейчас все это надо вынимать вычищать но проблема в другом в том что закесли винты на роторе открутить их надо обязательно потому что контрить я буду с этой стороны гайку и конус а винты закисшие соответственно сейчас сначала все это в дэшка обрабатываем пытаемся открутить с не получится плюс винты срезать в дэшка помогла на одном колесе все винты открутили на другом открутили 4 из 6 к сожалению вот эти два пока не идут и вот так вот выглядит ударная бошевская бита после использования шуруповерта ударного причем то что обычным ключом открутить не дается и на втором колесе все тоже открутилась вот столько внутри грязи песка гадости дорожки он там накатаны то есть этой втулочки очень плохо я так чувствую что предлагать клиенту наверное замену принципе грязь оттерлась лук наверное еще походит хотя конечно дефекты есть но может на сезон хватит вот так вот выглядит задняя стулочка тоже немножко ржавчины пытался болгарка пропилить винт но пока не получается открутить сейчас буду техническим феном греть это вопросу сроков ремонта три дня и откручиваю два винта такое бывает наконец-то удалось перегреть все это дело и открутить все теперь будем все это отмывать и смотреть в каком состоянии дальше чистить это внутренности барабана здесь можно сказать все вообще достаточно хорошо смазочка грязи совсем немного собачках чуть-чуть интересная красная смазка сейчас тоже все почистим все отмыто с обезжиривателем сейчас наносим такую синюю смазку от матюля и собираем обратно это хороший втулку у нее три собачки нужно капнуть совсем маленькую капельку смазки вот сюда в основании лапки на саму собачку не надо смазать иначе она может залипать после попадания грязи самое главное все отмыть все протереть собрать смазать и защелкнуть пружинку обратно то есть переборка втулки дело в принципе очень простое но длительное по времени и требовательной к аккуратности первый ряд шариков приклеен на смазку надеваем барабан здесь не с обратной стороны есть если конус подачали так вот барабан выглядит изнутри если все сделано правильно люфта нет здесь ведь по краям по капельке смазки чтобы поверхность этого зубчика смазывалась вот так вот он работает еще когда едете вперед у вас каждый зубчик проскакивает ну точнее когда вы едете вперед у вас вот так вот зубчик цепляется на холостом ходу он проскакивает все когда круче цепь 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 цепляется за кассету и кассета выжимать эти зубчики примерно так я это объяснил то есть все работает все чистое 3 зубчика это хорошо есть втулки у которых два зубчика это хуже есть втулки которых больше зубчиков это лучше но это намного дороже теперь наносим смазку здесь по периметру и вклеиваем сюда второй ряд шариков сначала вставляются такие тоненькие регулировочные шайбы они все разные толщины когда появляется люфт барабана можно одну или две из них удалить мне удобнее нанести смазку и шарики на сам конус что их вклеил сейчас ставлю проставочные шайбы и накручу обратно все барабан собран на этой конусной гайки резьба обратно то есть вы закручиваете ее против часовой стрелки откручиваете по часовой стрелке и он очень сильно иногда прикипает очень сложно открутить дальше и сюда наносится смазка и собираются уже шарики под внешний конус на котором надета 8 барабан собран вот так вот на и нажимаем люфта нет вообще никакого тест на мы подобрали правильное количество проставочных шайбочек все крутится без люфта для разборки барабан нужны вот такие ключи этот ключ с алиэкспресса выдержал наверно 2-3 барабана и начал вот так вот разваливаться магазинах таких ключей к сожалению нету только вот на алиэкспрессе есть или можно вытащить из головки из какой хорошей советской или современной головки вытащить ключ на токарном станке что были вот такие вот зубчики им работать конечно поинтереснее но он подороже этой чашки всего один год клиент катался постоянно под дождем каждый день так вот ужасном состоянии находится втулка дальше уже завода так вот убита проезжают вот эти вот шляпки или пыльники то есть поверх конусной гайки накручена такая дурацкая шляпка под 17 конусный ключ которую нормально закон трогать не удается и вот так вот выглядит конус сейчас мы поставим новые конуса хорошие не китайские приличный скажем так но все равно втулку придется менять через год потому что все очень плохо именно с чашками теперь собираем обратной последовательности наносим смазку на чашку со стороны барабана сначала собираем вот эту всю историю то есть перенесли остального конус перенесли пыльник поставили пыльник металлический закон трились очень хорошо смазку я использую вот такую это матюль для подшипников в моторах лодок который используется в соленой воде то есть это очень хорошая смазка долговечная полностью водоотталкивающая и очень жидкая шарики в ней будут кататься отлично установили шарики на смазку сверху чуть-чуть еще покапали и обратно собираем начиная со стороны барабана потому что country здесь будет неудобно гайки соответственно сначала с этой стороны вставляем ось с уже за контрольными гайками потом собираем со стороны тормоза также у нас есть еще металлический пыльник они бывают правые левые когда разбираете фоткаете или запоминайте что с какой стороны вот эта обратная часть она четко 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 зашла в пыльник повторяем действие с обратной стороны также смазываем чашку вставляем шарики смазываем сверху вставляем металлический пыльник и дальше собираем конуса еще это контрим и штулка готова убираем все обратно последовательности пыльник обратный пыльник конус проставочная шайбочка и гаечка сверху на это все станет еще резиновый пыльник то есть только очень хороший но к сожалению за один сезон эксплуатации она полностью сгнила и я думаю что еще она годик походит сейчас все крутится отлично уже в одном месте начинает подзакусывать именно чашка поэтому к сожалению через годик придется менять эту стук на новую скорее всего на промах ну и последнее пусть так как все собрано перед тем как надеть резиновый пыльник желательно уборщик смазать хорошей смазкой чтобы во первых он лучше крутился то что резина прилипает к металлу и плюс эта смазка на создат создаст еще такое колечко типа пыльника чтобы меньше грязи и влаги попадала внутрь самой втулки